Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня обсудим кое-какие крупицы информации о грядущем масштабном обновлении 0.12. К этому выпуску канал поддержал зритель с позывным Big Bro. Спасибо тебе, большой брат, за поддержку канала. Итак, 15 августа на форуме игры и на стене официальной ВК-группе игры Повек и Старкова выложили пост, в котором нас накормили завтраком по поводу грядущего 12 патча. Конечно, я понимаю, для чего разработчики решили выложить данный пост. Тут все просто, потому что в каждом посте за ближайшие недели две, чуть ли не каждый пятый комментарий, независимо от темы поста, звучит примерно как «Когда патч?». И вот эта фраза «Когда патч?» уже даже меня лично достала, представляю, как задолбались это читать разработчики, если они, конечно, вообще это читают. В общем, там снова было в который раз перечислено, как, что будет в обновлении, и я буквально месяц назад уже делал ролик об этом, поэтому повторять всю ту информацию смысла никакого не вижу. Но, наконец-то дописали кое-что интересное, что приедет в игру с переходом на другую версию движка Unity, а именно Unity 2018. Вот просто «Наконец-то дождались». Наконец-то добавят Temporal Anti-Aliasing, то есть сглаживание, то самое TAA, которое уже, ну, года три используется в консольных играх. Это временной метод сглаживания, который использует множественную выборку как внутри, так и снаружи пикселя, в сочетании с выборками из предыдущих кадров. Таким образом, обеспечивается максимальная фильтрация. Да, разумеется, неизбежно это все создает некую мыльность картинки в некоторых местах. Без этого, ну, никуда не деться с данным методом сглаживания. Тут уж надо выбирать, либо оставить несколько 2080 Ti в NVLink'е и врубать суперсэмплинг, без потерь четкости картинки, либо оставить TAA и не выделываться. Но, конечно, хотелось бы еще иметь возможность установки FXAA плюс TAA для обеспечения максимально гладкой картинки, ну, как бы без особой нагрузки на железо, как это сейчас есть, опять же, в некоторых современных консольных играх, таких как, например, Resident Evil 2. Ну и второе нововведение – добавление глобального эффекта освещения – HBAAO. Эта технология применяется для создания мягких и реалистичных контактных теней между объектами, и это весьма улучшает картинку. По сути, эта технология является следующей после SSAO, которая есть в игре сейчас. HBAAO создает ощущение, что, например, камешки, которые лежат на земле, и, по сути, это является всего лишь плоской текстурой, вкупе с бамп-маппингом получаются объемными, словно это не плоская картинка, а действительно каждый камешек лежит рядом с друг другом, и между ними как бы появляется тень. Ну и, соответственно, разное затенение углов помещений и прочие мелочи, которые при этом создают реалистичность восприятия трехмерного окружения. Разумеется, для задействования данной технологии потребуется более-менее нормальная современная видеокарта, например, RX 470. Она легко с этим справляется, во всяком случае, в консольных играх уж точно. Не знаю, как это будет в Таркове. Будет добавлена также высокопроизводительная трава, которая будет отрисовываться на большие расстояния. И вот тут, опять же, стоит немного остановиться и подискутировать. Смотрите, вот сейчас дальность прорисовки травы, персонажи игры, которые на самом деле пытаются прятаться в траве, они у себя видят траву рядом с собой, а по факту издалека у противника они стоят на голой зеленой земле безо всякой травы. Это такой большущий косяк игры, о котором бугуртят уже все и очень давно. И поэтому, раз уж новая трава будет отрисовываться далеко, то, разумеется, как по мне, единственный вариант, который тут может быть, это сделать дальность прорисовки травы независимой от настроек игры. То есть, чтобы сама трава прорисовывалась одинаково далеко, независимо от того, на низких ты настройках играешь или на высоких. В противном случае, нововведение это будет бесполезным, ибо все так и будут играть без дальней травы, если эта функция будет выключаться как-то в настройках. Еще в обновлении появятся новые эффекты взрывов. Надеюсь, не сделают-то в каком-нибудь Warface, где взрыв происходит с огнем, словно кто-то канистру с бензином вместо гранаты взорвал. Этого говна хватает в трейлере нового Терминатора, где взрыв гранатометного выстрела выглядит так, словно взорвали ту самую канистру. Но об этом я уже подробно говорил на своем втором канале, если кому-то интересно, ссылка на второй канал есть в описании. Вот такие сегодня были короткие новости, которые снова заставили меня отодвинуть выход ролика с экспериментом с железом в Таркове. А сейчас, как обычно, лайк или дизлайк, подписка или отписка, не забывай звонить в Старьколокол, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Пока!